МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первом матче направляются на лед сосредоточенными и полными решимости реванша. 60 игровых минут показали. Гости сделали правильные выводы из стартового фиаско. И накануне серьезных ошибок в обороне не допускали. До 25-й минуты шла ожесточенная борьба за территорию. Соперники, как хорошие боксеры, нащупывали слабые места друг друга. И тут первыми ошиблись и Шталевцы. Нефтекамец Степаненко шансов нашему киперу Смирягину не оставил. Сегодня немного нас не хватило. Потеряли концентрацию, пропустили гол. Но это следствие того, что сил осталось мало. Почти тут же, правда, Металлург Полюдов статус-кво восстановил. Но весь последующий ход игры показал удача. А главное везение были в этот вечер на стороне Тароса. В том числе и в поистине валидольной концовке. Сегодня нашей команде удалось сыграть в атаке поагрессивнее. Создали неплохие моменты. Но, к сожалению, реализация нас подвела. Ну и если не забиваешь, ты забиваю, я тебе. И валидольная концовка в матче. Нам в этой концовке повезло больше. Итог матча 5-2 в пользу Тароса. Борьба за Кубок Братины, впрочем, в самом разгаре. Впереди третий и четвертый матчи финальной серии. Они состоятся в пятницу и субботу в Нефтекамске. Но совершенно точно в следующий вторник будет еще и пятая игра в Ижевске. Сражались за медали чемпионата страны наши маунтинбайкеры. В итоге серебро на трассах Краснодарского Псибая выиграл Ижевчанин Евгений Печенин, Антон Гоголев четвертый, Тимофей Иванов шестой. Вторыми только уже в первенстве были и Анна Миролюбова с Даниилом Москвиным. Результативно выступила в Риге на чемпионате Европы сборная Удмурти по карате Кабудо. Шесть наших атлетов в сумме завоевали 32 медали. Девять из которых золотые отметим самых техничных победителей. Все они ижевчане. Это Альберт Закиров, Даниил Зайцев, Анна Воеводина и Анастасия Горгунова. В финалах они уверенно разобрались с соперниками из Австрии, Эстонии, Украины и Литвы. К другим темам школьники Удмуртии провели генеральную репетицию перед городской эстафетой мира. В Ижевске прошел традиционный республиканский турнир по эстафетному бегу. В нем приняли участие более 40 городских и сельских школьных команд. Их функциональную подготовку оценила и наша съемочная группа. Оценить силу своих потенциальных конкурентов предверили эстафеты мира – задача номер один для тренеров и спортсменов. Как из городских, так и из сельских команд. И эмоции, конечно, у них во время бега зашкаливали. Увы моих, прям море целое. Это столько сильных команд, которые прибежали, это невозможно передать словами. Да, я задаюсь одним и тем же вопросом. Это интересно или нет? Это очень интересно. Поэтому я считаю, это важный момент. И эмоции дети получают здесь гораздо больше, чем на простых соревнованиях. Я только за проведение таких мероприятий. Бавужские девчата на турнире участвовали в эстафете 4 по 400 метров. Говорят, без подготовки столь скоростной этап пробежать сложно. Проигрывать и спортсменки не любят. Они считают, на любых соревнованиях, особенно таких, как эстафета мира, которая в этом году посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне, надо только побеждать. Если бы не единство нашей страны и не все силы, которые были собраны, то, наверное, нас даже сейчас и не было. И не было всего того, что сейчас. Это наша, вот эта жизнь, когда люди все сплоченные. Это, наверное, самое главное. И также эстафета, когда ты передаваешь именно командность, духом и свои силы показываешь. Благодарны за победу. Дедам стараешься как-то поддержать, не знаю, показать, что не зря, не воеваешь. Отметим победителей в эстафетах 4 по 200 и 400 по 400 метров. Это сборная 2-й, 5-й ижевских спортшкол, а также сборная 88-й школы и поселка Ува. Бегали и в Глазове. Там прошел легкатлетический пробег, заявилось на который более 200 участников возраста от 11 до 76 лет. В полумарафоне вне конкуренции был и живчанин Федор Шутов. На 5-километровой трассе отличился Павел Дементьев. Он был самым юным атлетом от роду 11 лет. А теперь волейбольные вести. Чемпионат Угнургии среди женских команд высшей лиги подходит к завершению. В субботу, 18 апреля будут определены победители. Финальный матч между сборными ИЖГТУ и электросетей начнется в 16.00 в спортзале же электросетей. И в завершение выпуска вести сельских арен. В Уве прошли отборочные состязания на летние спортивные игры. В турнире по волейболу победы среди мужских и женских команд одержали ответы у Винского и Игринского районов. Они уже точно выступят в Откинске в начале июля. Очередной же этап 1 мая за Ялова. Это все. До свидания.